Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас сегодня прекрасная погода 20 градусов за бортом, солнце, как вы видите Но причины для этого выпуска довольно-таки грустные Вчера в Канаде произошел очередной террористический акт Местные власти оценивают именно так Содеянное В районе 8 вечера Машина Chevrolet Malibu Врезалась в то место, где находился офицер полицейский Который контролировал дорожное движение После этого человек выскочил из машины Пырнул ножом этого самого полицейского Убежал Полицейский, слава богу, находится Его жизнь находится вне опасности Он был госпитализирован В городе был объявлен розыск Почему террористический акт? Потому что в машине чувака, который пырнул полицейского ножом Было знамя ISIS То есть, исламское государство И, соответственно, в ходе расследования Поиск этого человека Было выяснено, что он взял машину Юхал на прокат Юхал это такая компания Которая предоставляет в аренду машины Для тех, кто пытается переехать С одного места на другое То есть, это машина для перевозки мебели Личных вещей и так далее Это очень большая компания в Северной Америке Так вот Человек был замечен в этой самой машине За машиной начали устраивать гонки По центру города Эдмонтон Все это проходило в Эдмонтоне Машина неслась на скорости в два раза больше Ну, не на два, чуть больше, чуть меньше То есть, там ограничение 50 А они учились на скорости 8 кг в час По центру города В это время, естественно, дело было ближе к полуночи Все было битком набито людьми Человек в этой машине пытался наезжать на пешеходов На педестриансы, которые шли по центру города Четырех людей сбили Но, опять же, вроде как не смертельно Их жизни тоже находятся вне опасности Им ничего не угрожает В конце концов, машина неудачно, как там, съехала с тротуара По которому пыталась мчаться И перевернулась После этого чувака, этого 30-летнего, арестовали До сих пор не обнародованы его имя Не обнародованы его политические требования, мотивы и так далее То есть, какую цель он преследовал для того, чтобы В момент того, что он совершал это самое правонарушение Но, еще раз говорю, что в связи с тем, что В его машине было обнаружено знамя ISIS Журналисты уже сказали, что и полицейские власти тоже сказали Назвали это действие террористической атакой Соответственно, Канада присоединяется в этом плане в очередной раз Потому что, напоминаю, что наезд на военнослужащих По таким мотивам, это уже второе такое действие Первое было в Сен-Жан-Шель-Ю под Монреалем В 2012, нет, не 2012, в 2014 году, кажется И, как бы, это звенят на цепочке То есть, Канада, так же, как и Испания, так же, как и Франция Так же, как Германия Находятся в цепи вот этих вот нехороших событий Это вот такой неприятный момент, о котором хотел поговорить А второй момент, это то, что меня поразило странное стечение обстоятельств В плане того, что буквально вчера по многим странам Включая США и включая Канаду Особенно Канаду, мы больше говорим про Канаду Прошла волна против нелегалов, против террористов и так далее Как обычно, левые СМИ говорили о том, что это расистская совершенная история Что речь идет о том, что группа супрематистов Как теперь здесь принято называть расистов Поднимает волну ненависти в отношении всех тех, кто не относится к христианскому вероисповеданию Естественно, были встречные столкновения тех людей, которые были против Против того, что были выступающие против эмигрантов И вот эта волна закончилась тем, что в 8 часов вечера То есть уже спустя, условно говоря, пару часов после того, как все это дело закончилось Вылилось в эту самую террористическую атаку Я пока лично не пришел ни к какому конкретному мнению по этому поводу Но сам факт, что одно действие повлекло за собой другое действие Так, по крайней мере, выглядит со стороны Это заставляет задуматься Проблема реально большая на самом деле И, похоже, канадцы уже перестают надеяться на действия центральной власти На действия Тридо Более того, Тридо все чаще-чаще называют полным придурком во всех отношениях И об этом говорится уже не просто там шепотом Потому что это немножко неприлично Да, об этом уже открыто, говорится, везде, где такое можно и нельзя Но, опять же, конечно, не на центральных телевидениях, не на центральных каналах Но под видео, под статьями на эту тему, которые даются в центральных каналах То есть, реально люди очень-очень-очень недовольны тем, что происходит Так вот, люди теперь не просто выходят на всякие разные марши, протесты против того, чтобы Тридо продолжал ту политику, которую он продолжает А люди начинают организовывать группы, скажем так, влияния, содействия, да Изменения ситуации в ту сторону, которая им кажется более справедливой А именно, вот, допустим, вчера около 400 участников движения Ла Мёд Это, ну, это по-русски, типа, как протест, как возмущение Устроила живую цепь на месте, где обычные мигранты переходят нелегально границу И, тем самым, они пытались блокировать работу системы пограничного контроля Чтобы никого не пускали, чтобы привлечь внимание Честно говоря, я не понял из статьи, были ли они в том месте, у той дорожки, где обычно они переходят границу Эти самые нелегалы, да, потому что, на самом деле, оказывается, только за август Только за август границы пересекло нелегально около 7 тысяч этих самых беженцев Главный из которых это Африка и Гаити Плюс, что интересно, что, опять же, как говорят аналитики из пограничной службы И из нашей разведки, что, на самом деле, волна этих самых нелегалов Она не собирается успокаиваться, она, наоборот, будет увеличиваться То есть количество этих самых нелегалов будет еще больше, чем было до этого То есть, реально, скажем так, ситуация, ну, если не выходит из-под контроля То она находится в красной зоне Более того, опять же, вчера или позавчера в новостях прозвучала такая вещь Что, если, помните, я вам говорил о том, что на сегодняшний момент IRB, это комиссия по делам беженцев в Канаде Она брала, назначала аппоементы на январь-февраль месяца Для тех, кто подается на беженство Сейчас официальные лица заявили уже, заявляли по новостям Что уже сейчас, по той ситуации, которая есть Люди, которые сейчас подаются на беженство И их там дела рассматриваются в комиссии по делам беженцев Их дела уже растягиваются примерно на три года То есть, буквально до, условно говоря, еще полгода назад Среднее рассмотрение дел по беженцам составляло примерно три месяца От начала до конца, до момента От момента, когда человек приезжал в Канаду Подавался на беженство И после этого принималось какое-то решение Положительное, негативное Сейчас вот этот вот процесс, получается, растягивается на три года Это говорит о том, что система не просто перегружена Система реально не работает уже Потому что не хватает никаких ресурсов для того, чтобы все это дело разрулить И при этом, как я уже сказал, аналитики прогнозируют, что количество этих самых нелегалов Которые будут пытаться в период выпада снега проникнуть на территорию Канады нелегально Он только возрастет Поэтому делайте выводы, что на самом деле происходит в плане работы Канадской иммиграционной службы Пограничной службы и так далее Они реально работают на износ И они реально работают, скажем так, в авральном режиме То есть, в моем понимании, ситуация очень-очень грустная И я вообще даже не понимаю, как правительство Трюдо будет из этого дела выкручиваться Потому что на сегодняшний момент Трюдо говорит, что все нормально, мы справимся То есть, как бы он говорит дежурные слова Может, они и правильные в плане того, чтобы не поднимать какой-то ажиотаж среди канадцев Но ситуация того, что он не хочет признать, что страна находится в кризисе Что система находится в кризисе Что необходимо какое-то четкое политическое решение для того, чтобы решить вопрос с этими самыми беженцами Ничего этого Трюдо не делается Он просто говорит дежурные слова, что все нормально, все хорошо Канада страна, которая должна помогать всем обездоленным Что, типа, Трамп дурак, что, как бы то ни было, мы всегда будем на стороне бедных, несчастных, угнетенных Слова правильные, слова красивые Но они совершенно не соответствуют, скажем, реальным возможностям канадской системы Для того, чтобы проглотить, переживать и адаптировать этих самых нуждающихся в Канаде Я пообщался с некоторым количеством экспертов, да, которые работают в системе беженцев И они говорят о том, что на самом деле реальная доля Просто вот, я это к тому говорю, чтобы вы не думали, что я отношусь к тем людям Которые пытаются что-то негативное говорить по поводу беженцев, по поводу иммигрантов и так далее Я много раз подчеркивал, что я целиком и полностью за то, чтобы в Канаду приезжали иммигранты Потому что Канада территория... Канада страна с огромной территорией И эту территорию надо осваивать, да И у Канады есть все возможности для того, чтобы людей расселить по этим самым территориям Проблема в том, как эти люди приезжают И проблема в том, насколько они представляют или не представляют угрозу для системы ценности Канады Для системы, скажем, социальной помощи, которая есть, которая действительно нужна для тех, кто в этом реально нуждается Система безопасности в плане, чтобы не было распространения заболеваний, чтобы не было террористических атак, которые были вчера Так вот, это все опять же преамбулы и просто вводные слова Важно то, что люди, которые работают непосредственно с беженцами, они говорят о том, что реальное количество тех людей, которые претендуют на тату беженца То есть те, которые имеют право претендовать на тату беженца Или на людей, которым требуется поддержка канадского государства Их буквально до, ну не знаю, до 5-8% из всех тех людей, которые приезжают в Канаду и пытаются получить статус Представляете? Это как бы реальная жизнь, это разговор с реальными экспертами, которые работают с беженцами Еще раз напоминаю, что для того, чтобы считаться беженцами в Канаде и вообще в любой стране Надо соответствовать параметрам конвенции 1951 года Который говорит, что беженцы это люди, которые подвергаются, чья жизнь подвергается угрозе, смертельной угрозе Или притеснениям, опять же, которые делают их жить невыносимое По совершенно конкретным основаниям По причине религии, расы, пола, принадлежности к определенным социальным группам Как, допустим, любимая тема это гомосексуалисты И политические взгляды Все Если ваша жизнь не подвергается опасности на основании этих перечисленных факторов То вы не являетесь беженцами Вы являетесь, не знаю, там, людьми с трудно-гуманитарной историей Да, но вы не беженцы Ну, вот люди, которые сюда приезжают, они себя считают беженцами И поэтому наша система находится в таком раздрае Ладно, я думаю, что мы все это дело переживем Вопрос только времени И вопрос только того, как мы это все сделаем Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо Хорошей недели Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok